Увидела очень интересное объявление о сдаче квартиры в аренду по хорошей стоимости с красивыми картинками. Красивая картинка и невероятно выгодные условия. На такие крючки ловят своих жертв квартирные мошенники. Один из случаев произошел в столице. Девушка нашла заманчивое предложение на одной из интернет-площадок. Хороший ремонт и удобное расположение. Вот только требования. Предоплата. Ничего не подозревая, потенциальный арендатор перевела 150 рублей. Было очень доверительно то, что предложили сбросить паспорт вместе с криншотом фотографии. И эта же фотография была в телеграмме этой девушки. Поэтому сомнения, что это какой-то реальный человек, который заинтересован в том, чтобы сдать свою квартиру в короткие сроки, приехать на один день, сомнений вообще не было. Но на этом арендодатель не остановился. Мол, желающих снять квартиру много. Девушка побоялась упустить хороший вариант и перевела всю сумму. Тут-то владелец квартиры исчез. В итоге ни денег, ни жилья. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Только за июль в столичное РУД обратилось более 20 заявителей, которых при аренде жилья обманули аферист. Сейчас спрос на аренду жилья в Минске растет. Приезжают иногородние студенты, и молодые специалисты. И квартирные аферисты не упускают возможности пополнить список жертв. Возы страны по максимуму стараются обеспечить студентов местами в общежитиях. В столице строится несколько новых. Но и тех, кто не получил или отказался от такой возможности, без помощи не оставят. Первичными профсоюзными организациями студентов ведется работа по накоплению так называемой базы жилых помещений в городе. Ребятами самостоятельно рассматриваются объявления, которые имеются в городе по предоставлению аренды и съема жилья. Изучаются условия, возможности, стоимость. Наводятся справки о тех владельцах, кто это осуществляет. Ну и уже после проверенной информации предоставляется нашим студентам. Чтобы не нарваться на несуществующее жилье, подойти к поиску заветных квадратов стоит ответственно. Аферисты чаще всего орудуют в социальных сетях. Лучше подбирать жилье на специализированных площадках. На них владельцам квартир необходимо пройти верификацию. Ниже рыночной стоимости, без документов на квартиру, договоры аренды и расписки. Все это признаки того, что можно попасть в ловушку мошенников. Прежде чем отправлять какие-то деньги кому-то на счет, нужно проверить документы на квартиру, нужно встретиться с собственником, посмотреть на эту квартиру. Никуда не нужно спешить. Свидетельство, техпаспорт и паспорт собственника. В расчетно-справочном центре эти все документы проверяют, подтверждают и регистрируют договор найма. Только лишь тогда можно заключать договор и отдавать деньги. Рынок жилья – лакомый кусочек для мошенников. Поэтому не стоит вестись на красивую картинку и низкий ценник. Лена Красноносова, Александр Кривецкий. Наши новости ОНТ.